всем привет сегодня у нас 31 марта 2021 года я хочу с вами поделиться всеми своими начатыми процессами показать им их вам всем рассказать что-то о них подобное видео я снимал год назад в конце марта двадцатого года на тот момент у меня было 25 начатых работ вот я их записывала такой блокнот то что у меня вышелось я вот отвела кружочками то что не вышелось осталось на этот год получается сейчас я вам снова покажу эти наборы эти работы свои и вот дописала то что у меня получается 20 года перешло в двадцать первый год или я уже в двадцать первом что-то начала и еще не закончила ну естественно кроме всех этих работ у меня были старты и финиш и поэтому в начатушах уже нет этих работ процессов наборов как хотите называйте вот так что сейчас буду показывать по одному по мере того как у меня они здесь записаны я их себе разложила чтобы мне было удобно ну и если более структурировано наверное интереснее будет видео смотреть а все что у меня вышелось вот это вот обведенные кружочками процессы я не буду вам сейчас их показывать в конце видео я вставлю фотографии вышитых работ чтобы чтобы подтвердить свои слова если мне кто-то вдруг не поверит вот давайте приступим первый набор который у меня здесь лежит на дне набора процесс это у нас счастье оберег от плана я его потихонечку сейчас как раз таки в данный момент времени продвигаю здесь у меня осталось как вы видите дошить вот эту ветку эту и иероглифы вот очень надеюсь что в этом году двадцать первом я его закончу и изначаташей он у меня уйдет в готовые работы далее это мой арабский скакун от анкор ну что вам сказать мне кажется эта работа не будет закончена никогда прошлый раз когда я рассказывала об этом начатом процессе я рассказала о том что когда я его начала мне прибавили зарплату то ли стечение обстоятельства или примета после этого меня чуть было не уволили поставив перед выбором выходить в офис или увольняться а я напомню я работаю на дистанционном как это доступе из дома я тогда сказала что я уволюсь ну там подумали решили меня оставить и вот когда я поделилась этим начатышем год назад я его в апреле продолжила и угадайте что случилось мне снова позвонили и сказали что как бы наверное меня уволят но там тогда кризис был у всех масса увольнений и все такое и в общем я с того момента как перестала его вышивать и как-то вот боюсь я его снова убрать я в прошлом видео сказала очень бодро что ну если судьба уволится то значит надо увольняться пусть увольняют а сейчас что-то я что-то я как-то побаиваюсь взять и уволиться потому что работу на дистанционке найти наверное будет не так уж легко вот поэтому пока что я работаю на той же работе меня все устраивает в плане в плане того что я могу отводить ребенка в школу по утрам забирать его в обед и проводить с ним дома полдня ребенку меня под присмотром мне не хочется менять в данный момент времени работу по крайней мере пока он учится в начальной школе там дальше будет видно может быть эту лошадку я в таком случае буду вышивать когда андрюш закончит четвертый класс успешно сдаст вpr в пятый класс навряд ли ты прям будешь за ручку со мной ходить вот он бы хотел ну значит откладывается до шестого класса ну ладно там разберемся все по ходу может просто нужно выкинуть себе эту мысль из головы что это все в моих потенциальных увольнениях виновата эта лошадка будем разбираться вот сейчас на нее смотрю на такая красивая получается и прямо вышивать то тут не так не ну как не так уж много много довольно еще осталось тут вот все что веселенькая красненькая яркая и всякие такие подобные кисточки это все конечно здорово будет вышиваться даже полукрест небо тоже здорово а вот это вот грива белая бежевая серо-коричневая навряд ли она будет такую быстро вышивать поэтому лошадка подожди я к тебе может быть на пенсии вернусь там же будет уже не страшно что меня уволят правильно правильно вот будем будем значит ждать до пенсии вот далее мои волки которых я честно признаться с прошлого года не продвинула ни на один картестик то есть я вот как начала вышивать вот в этом месте вот у меня это место так и осталось год назад я показывала точно эту же самую картинку ну да мне почти стыдно не очень правда ну так немножко надо все-таки наверное браться повышевать как-нибудь значит возьму и повышеваю когда будет на них настроение далее это кафе дель мар от реолис превью я помню что я его убрала высоко на шкаф мне за ним если честно совсем не хочется залазить поэтому я вставлю картиночку сюда как это должно выглядеть с прошлого года я не прибавила также ни одного крестика полукрестика нет на ни одной пак стиченки потому что я уже говорила что тут очень очень в общем мелкая работа через одно переплетение канвы правильно я сказал вроде вот получается конечно здорово но очень мелко и на это нужно особое настроение когда хочется прям скрупулезно что-то так по ковырять далее это мой весенний сюжет я вот даже нашла журнал сейчас вам покажу вот такая птичка должна получиться собственно говоря птичка у меня практически готова давайте посмотрим я ее по моему да я ее вышивала в прошлом году вот я тут себе отмечала я тогда игру себе затевала с этими с цифрками что мы будем какой процесс вышивать вот и вот весенний сюжет я дважды брала 17 и 25 апреля продвинулся он у меня наверное как раз в птичке тут добавилось в принципе красивый такой мне нравится сюжет и от лес литийер мне нравятся вышивки они такие цветочные яркие и очень радостные в общем надо продолжить ну вот видите у меня тут я супер расчетчик такой я канву взяла прямо но в такой притык я не знаю во что я это буду оформлять ну в общем скорее всего него что так у меня и будет эта птичка просто на этом кусочке канвы далее это моя улочка зимняя но они я не так давно рассказывала что я планировала ее вышить к маминому дню рождения не вышла потому что нашла у себя три ошибки пришлось распускать и вышивка застопорилась в общем ну я ее немножко продвигала с прошлого года небольшие прибавления все-таки есть будем продолжать в этом году вот такая в итоге она получится это у меня сыр от фанны который наверное прибавилась тут вот такая вот частичка кажется а может она прибавлялась но мне как хочется думать что прибавлялась в общем так я ее не вышел до нового года мышки прикольные сыр можно дошить когда будет опять же желание взять опять этот процесс это мой многострадальный процесс от овен и мне утро кажется называется что сказать я его честно вышивала я добавила довольно много с прошлого года но у меня очень раздражает это рыхлая канва очень грустно я это сказала но это правда она меня очень раздражает и не знаю что 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 мне с собой сделать чтобы она перестала меня так писать я вышиваю конечно на пяльцах и вроде как она в пяльцах все-таки не такая рыхлая но периодически а где-то ошибаюсь вот не лежит почему-то душа к этому процессу хотя красивый получается вот на через камеру телефон к вообще выглядит просто шикарный этот домик в пастельных таких тонах и задний фон там деревья небо просто надо как-то себя уговорить что не такая уж страшная здесь канва и можно этот процесс продолжать скорее всего буду продолжать так то он мне очень нравится по крайней мере как должен получиться далее мой очечник как его правильно так так положить которая тоже немножечко совсем по вышивала у меня по моему тоже выпадал да вот один раз 21 04 ну что сказать вышел я не так уж много еще поняла что вот этот кусочки тут зря вышивала и в общем его не надо было кажется когда-нибудь опять же что-то не идет он у меня только цвета такие скучноватые на превью так вообще другие немножко цвета здесь они какие-то болотные у меня светло-коричневый придет и его время это мои слоны в саванне в этот раз я даже нашла превью я молодец сам себя не похвалишь никто не похвалит и в этом году я планирую его продолжать и даже заканчивать он мне продолжает нравится в прошлом году я его давайте заглянем вышвала тоже один день 23 04 в этом году я не знаю буду ли я во что-то играть но его продвигать я планирую обязательно далее это планета земля от панна что-то у меня в этот раз много наборов в тот раз было много наборов отриолис в этот раз много наборов от панны я себе даже пометила верхушку красный такой крестик для себе нарисовала ниточкой вот то что должно получиться вот то что у меня есть да я планирую его продолжать больше не знаю что сказать шоу им сложно где-то я там ошибалась ну нет ничего невозможного нужно взять себя в руки есть и начать вышивать и так я сделаю далее это мой который я зачисляю к начатым процессом потому что потому что я так решила хотя в принципе можно его и не зачислять к начатым эти две картинки у меня готовы вот это еще нет показывать эти две картинки я не стала потому что они закончены и поэтому я еще не начинала поэтому показывать здесь нечего как-то я помню вот эту вот картинку я вышивала когда мы ездили на природу на шашлыки ну кто его знает поедем если в этом году куда-нибудь то можно взять и повышевать такая природная опять же как это сказать картинка рыбалка вот так что так что у него есть все шансы на то чтобы быть вышитым в этом году dimensions коттедж на побережье ну по моему с прошлого года тут либо мало что прибавилось либо не прибавилось вообще ничего ну не люблю я джинс вышивать не знаю я уже тут задумалась о том чтобы сагу себе купить может быть сагой у меня дименшенс попрет но мне пока не разрешают купить дима 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 сагу хотя посмотрела стоит она не самых огромных денег и даже есть планшет на который можно было бы и установить из него вышивать но пока тормозят лаптей некоторые товарищи которые мне не дают этого сделать который берегут мои глазки то есть по твоему когда я смотрю в этот черно-белые вот это вот безумие с синим и красным безобразием вот это вот и пытаюсь тут что-то рассмотреть я глазки свои не порчу а вот не знаю мне кажется мне кажется маша тебе привет снова как всегда традиционный привет моей подружки маши вот маша вышла намного больше меня это благодаря саги она говорит что она скорость увеличивает ничего не знаю но будем работать будем уговаривать мальчика разрешите мне купить сагу это мой процесс сэмплер гарри поттер который не прибавил в себе ни крестика но зато я опять же молодец я нашла у юлианны ту эту схему я ее себе сохранила я очень предусмотрительно она поступила вдруг схема исчезнет куда-нибудь но у меня она есть я ее даже рассмотрела и захотелось мне снова повышевать этот процесс так что так что все возможно может быть скоро я повышеваю и добавлю хотя бы дом надо вышивать что-то какие-то призрачные очертания только на ну и вообще такой кусок равномерки у меня пропадает непорядок мне кажется надо брать вышивать к тому же дамблдору смогу на гол явно тут скучно надо им добавить персонаж будем добавлять будем добавлять отлично это пасхальное яйцо отреолис которая которая опять же не продвинулась за прошлый год не на крестик наверное все по той же причине потому что очень мелко через одну ниточку переплетения в этом году пасха у нас позднее у меня есть целый апрель на то чтобы закончить процесс оформить как полагается в яйцо тоже вставлю куда-нибудь сюда картиночку как это должно выглядеть потому что превью я не нашла далее мы процесс от мари искусницы с каштаном ботаника каштан в том году я его закончила как сказать вот эту со мной наверное привлекательную для меня красивую зеленую с цветами часть даже удалось сделать классную я считаю фотографию на фоне каштана сейчас я вам ставлю эту фотографию за инстаграм и сюда вот подписывайтесь кстати на мой инстаграм я правда может быть не очень часто но выкладываю туда свои процессы вот и так как каштаны в том году отцвели мой набор тоже завял процесс вот ну тут честно мне больше всего из всего что здесь осталось естественно нравится бабочка вот но вышить надо наверное все потому что в этом этапе в котором сейчас он у меня есть непонятно ничего что за ветка и зачем она вообще есть хотя можно же так оформить прям нет шучу конечно я хочу до вышить и оформить как задумал производитель очень по моему прикольно смотрится хотя я не собираюсь вышивать вот эти буковки ботанические зарисовки они мне но если бы у меня серия была этих зарисовок тогда да а так почему мне эти ботанические зарисовки ну пусть в на стене висят вот ручки бабочки и вот все элементы каштана далее это у меня начатыш уже этого года это мы которые вышивали вышиваем на желание желание простое связано с дизайном да что это у нас тут кафе наверное на берегу до прибрежное кафе вот на таком этапе она у меня сейчас продвинула за последние за последнюю неделю немножко поработала над ним вот будем продолжать маша предлагает закончить поскорее начать ветку сирени вышивать очень может быть но надо по заканчивать хотя бы еще что то что то что есть это моя икона матрона московская начата летом 2020 года осталось вышивать меньше половины нужно душевать тоже планирую работать над ней не забрасываю потому что нравится вышиваю такую икону я уже вышивала один раз вот что-то как-то фокусирует стран вышиваю второй раз принципе работа очень нравится так что надо вышить и еще один начатыш прошлого года осенний это сезоны от сода стич осенний сезон у меня здесь и вставлю картиночку как в итоге это будет выглядеть у меня из этой серии есть лето теперь вот хочу сделать осень так что до осени хотелось бы вышить и оформить тоже хочу в круглые пяльцы как и летний сюжет и повешу сезонную работу такую и вот на этом мои процессы как бы закончились получилось их у меня в этот раз 19 штук заметьте разницу в прошлом году было 25 вот и подумалось мне а почему бы не начать связи с тем что завтра начинается у нас апрель апрель как у вышивальщиц уже наверное поговорка апрель месяц стартов поэтому и у меня тут день рождения на днях я себе делаю такой подарок разрешаю себе с 1 апреля начать сразу сколько мы мне разрешим начать работу 4 надо 6 чтобы было снова 25 начатышей ну вот мне разрешают начать 4 получится 23 процесса у меня в работе 444 прекрасно один набор я точно знаю какой начну но об этом я вам расскажу в следующем видео следующее видео буквально будет на днях о моих продвижения за последние 10 дней марта и вообще расскажу о том какой был март мой вышивальный сейчас еще вставлю фотографии готовых работ из тех что были в списке начатыши год назад и покажу что закончилось у меня вам спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал надеюсь буду радовать вас новыми интересными видео ставьте лайки пишите свои мнения о том то как много я процессов развела или же наоборот как мало у меня процессов можно еще 121 начать вот мне будет приятно видеть ваши лайки ваши реакции на мое видео и конечно же я радуюсь каждому новому подписчику спасибо вам большое и всем желаю здоровья это самое главное отличного настроения и побольше времени на любимое занятие всем пока я Субтитры подогнал «Симон»